Добрый день, мои дорогие друзья, и снова с вами на канале Лариса. Я у себя в родном селе. Решила пойти в гости к тётушке и мимо никак не могла пройти. Вот вдалеке там у нас церквушка, да, храм. Это дом культуры, как бы я с торца снимаю, надо было пораньше заснять. Большой очень такой. И также здесь, а вот, магазины, музыкальная школа была. Вместо музыкальной школы сейчас там и дают магазин. Также и с полком вот тоже направляю. Вот он светлого цвета белый. И антенна какая-то стоит. Также рядом детские площадки, птицы поют. И вот дом культуры. Я как-то первое видео засняла именно вот в этом доме культуры. Очень большой зал, тоже большой такой. А здесь детская площадка. И также спорткомплекс. Обратите внимание, я только думала, что в городе у нас есть в городских комплексах вот эти спортивные площадки, тренажёрные. Оказывается, и в сельской местности. Это радует меня, что наконец-то наши, кто в министерстве, депутаты, еще кто там, управляющие хозяйствами и сельским хозяйством. Кто здесь живёт вообще, да? Хочу сказать, что какое-то направление наконец-то дали селу. Какое-то направление дали спорту. Очень приятно. Здесь также есть качели, зелени очень много. Детей, конечно, очень мало здесь пока. Но дома после обеда уже наберутся. И вот напротив, прям как раз далеке за голубыми елями, я ходила в дом, не в дом Культера, а в Сбербанк. Как это нужно было в Сбербанк оплачивать счета. Как она уже как-то в видео, по-моему, говорила, что у меня мама ушла в семнадцатом году, в декабре месяце. И поэтому я изредка приезжаю сюда, в мамину квартиру. И вот я сейчас собираюсь к тётушке в гости. Они живут около леса. Сейчас я ей позвонила, она говорит, что Ариц говорит, мы в саду занимаемся делами. Вот липа цветёт. Липовый чай. Собирайте. Люблю липовый чай, очень вкусный. Ну и тоже старые такие дома. Вот. И они какие чистые. Огороды какие все ухоженные. Картошка уже взросла. Пионы цветут. Есть ранние пионы, есть поздние пионы. Смородина уже. Также и у мамы. Ага, во дворе саду. Маленький садик здесь. У неё тоже есть там смородина. Также она говорила, помню её слова. Ага. Даже, говорит, если меня не будет когда-либо, пусть, говорит, дети угощаются этой смородиной, крыжовником. По-моему, вишню, рябину она там посадила. Как мне вчера соседка говорит, ещё, говорит, не появились ягодки. А уже, говорит, дети срывают зелёные уже хотят. Вот, я помню тоже, когда маленькая была. Вот вишенки уже маленькие появились. Вот. Это вишня. Это вишня. И также контейнеры. Даже в сёл уже начали ставить. Это газ проходит, жёлтый. Вот. Переулок тоже идёт. Здесь вот переулок. Ребята, если честно, я уже не помню, с какой стороны надо было переходить по переулку. Попробую здесь пройти. Точно уже не помню. Какой-то проулок нужно проходить. Так. Дальше пойду. Ошибусь, наверное. Попробую здесь. Так. Попробуем здесь. Сады у всех везде. Вишни. Вот. Картошка взросла у людей. Но вчера очень сильный дождь был. Прошёлся прям конкретно. Ливень прям был. Долго. И вот я сегодня уже показывала. Лужи такие большие возле рынка. Монтировать я не буду. Опять-таки, какие ролики выйдут, такие выйдут. Короткие, короткие. И обратить внимание, вот тоже здесь что-то мужчина работает, загорает. Лук здесь или чеснок. Также, наверняка, тыкву посадили в саду. Уже два года здесь была в этих краях с этой коронавирусом. И здесь, оказывается, ещё есть мотоциклы тоже. Тратор, машины у людей тоже частные. Ну, кто работает, кто хочет жить, сами, знаете. Всё равно что-то делают, добиваются жизни своей. Здесь, да, в правильном направлении, по-моему, лучше. Здесь вот мостик небольшой. Речка там. И вот как раз по мостику пройдём. Знаете, ребят, не могу передать слова. Зеленью прям так травой пахнет. Очень вкусно. Цветочки яркие. Вчера смотрела Германию, да? Там такие поля рапсовые, жёлтые-жёлтые. Это красота неописуемая. Вот ведь смог творец, скажем, или бог, сделать это всё, создать такую красивую природу для нас, людей. И мы не умеем ценить эту природу, люди. Почему мы не умеем ценить природу? Не помню. Вот, вы знаете, я помню, когда у меня дочка маленькая была, мы ездили в троллейбусе, и она говорила, мама, мама, хочу к окошку, хочу сидеть. И я её всегда учила. Я говорю, Танюшка, ты должна стоять, ты большая, не должна плакать. А сейчас вот новое поколение смотрю. Ай, дети плачут. Ой, ребёночек, сынуля, красотуль, там доченька, иди присаживайся. Местечко нашлось. Что в метро, что в транспорте, что в маршрутках. Не знаю, а почему бы не сделать так, чтобы дети учились, воспитывались, уважать взрослых людей. Такие старые деревья. Здесь уже взрослые, вековые деревья, думаю. Может быть, когда я маленькая была, они были, может быть, полвека уже, когда я маленькая была, они не такие мощные были. А сейчас они прям конкретно разрослись. Небо колубое, да, тучки, облака такие, да. Но всё равно очень хорошо. Вот здесь покосили траву. Пенёк есть от дерева. Тётя у меня живёт рядом с лесом. Сосновый бор очень красивый. Там постоянно вот праздники как раз бывают. 12 июня. Летний такой праздник. И концерты, и выступления из разных сёл, деревень. Наступает ветерочек. Прошу прощения, ребята, друзья дорогие. Не обессудьте. Не знаю, может быть, какой-то микрофон нужно купить, чтобы вот этот вот шум, шелест ветра, деревьев не слышно было. Петухи поют. Тоже дворики, садики разукрасили. Дрова накололи здесь уже на зиму готовятся. Хотя есть везде газ. Как и везде, есть старые домики, есть новые дома. Вот уже приближаемся. Вот он здесь. Сосновый бор. В мае обычно собирали еловые шишки. Или сосновые шишки. В общем, по-моему, еловые. Это очень хорошо помогает от кашля. Баранхит очень хорошо. Тоже помогает. Именно апрель, май. Ну, даже, мне кажется, и в июне, если почки они есть, можно собрать. Ну, вот как-то так, ребята. Посередине везде асфальт, как бы асфальтированная дорога. Я остановилась. Вот улица она вся. Полностью я до конца не буду снимать. Просто улицу покажу. У моей тети, где она живет, там очень хорошее добро для них. Дом красивый. Вот он вдаль виднеется. Крыша. С левой стороны, где я иду. То есть, вот по этой стороне как раз направление даю, где бирюзовые ворота. По этой стороне их дом стоит. Сейчас как раз дети приехали сегодня. Они уже должны уехать. На три дня приехали к маме из Москвы. А я хочу завтра съездить. Хочу посмотреть фестиваль оперного театра. Как раз, ну, от 10-го начинается. Друзья пригласили. Но когда приглашают, почему бы и нет. Раньше я, допустим, никогда не ходила. Не понимала вот этого опера или еще какие-то. Но мне хочется посмотреть. Когда друзья там работают, очень приятно. Поэтому я говорю, я люблю творческих людей. С ними интересно. С ними интересно общаться. Они умеют шутить. Они умеют общаться. Если даже бывает, что грубость переводят. Шутку стараются. Ведь люди среди нас даже разные есть. Даже, допустим, кто-то... Ну, я же говорю, мы не режиссеры. Мы не журналисты. Мы не кинооператоры. Снимаем, может быть, как-то не так, да? Кому-то хочется оскорбить, унизить. Зачем? Хороший, добрый, умный, воспитанный, образованный человек этого не сделает. Не будет хамить и оскорблять людей. Не будет грубо отзываться о людях. А кто унижен и оскорблен, они всегда пытаются возвысить себя. Поднять себя. Но у них как-то так не получается. Ну, здесь вот корола пасется. Ребята, вы знаете, очень мушек много. И вот как раз направление дома в конце. Вот почти предпоследний дом. Вот как раз там живет моя тетя. Лужа. Птицы летают. Красота. Ветер такой свежий. Ну, посмотрите, лес. Вот он, лес. Небо голубое. Здесь тоже живут. Родственники в этом доме. Здравствуйте, детки, конфетки. Вот, пожалуйста. Приближе, повыше подниму. Вот это уже лиса, лиса, лиса. Сзади сосновый бор. Курочки красивые бегают. Ребята, дальше я не буду снимать. Вот как раз по этой стороне я показываю дом тетушки как раз. Там гараж у них виднеется. Все, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Я обязательно к вам загляну на огонек. Не теряйте меня, потому что я в отпуске. Но я стараюсь как-то одно-две видео у кого-то просматривать. И стараюсь полностью просматривать. Не обессудьте, что сразу вовремя не захожу. Но я стараюсь. Скоро я выйду из отпуска. И я все ваши видео просмотрю. Благодарю за просмотр. Кто ко мне заходил, я к тем же сразу и захожу. На ваши комментарии отвечаю. И сразу захожу к вам. Видео просмотрю. Все, благодарю. Всем доброго дня. Хорошего настроения. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok